Добрый вечер, уважаемые зрители моего канала. Сегодня у нас с вами очень интересный разговор. Мы поговорим о современном образовании, о необходимости его получать и о том, в какие ловушки попадают молодежь, молодые ребята, девушки, которые сейчас учатся на предпоследних курсах и с чем они встречаются на работе. Если на моем канале много таких подписчиков, я думаю, вам это будет полезно посмотреть, хоть и вряд ли приятно. Причиной, побудившей меня записать данное видео, стало множество собеседований, которые я сейчас провожу. Собеседования эти проводятся на программистов по платформе 1С, программистов по платформе Bittrex, специалистов поддержки, аналитиков-консультантов по платформе 1С. Ну, приблизительно вот на такие профессии. С чем же я сталкиваюсь? Сталкиваюсь я с тем, что приходящие на собеседование вчерашние студенты, выпускники этого года, не обладают практически никакими компетенциями, которые они должны были получить в ВУЗу. Если это технические ВУЗы, то выпускник не может ответить на вопрос, что такое алгоритм, чем отличаются СУБД от базы данных и другие крайне примитивные вопросы, если мы собеседуемся на позицию стажера. Зато выпускник имеет огромное количество требований к компании, начиная от крайне удобного рабочего места, заканчивая невероятно высокой оплатой труда. И здесь очень легко можно отличить того выпускника, который уже несколько месяцев ищет работу, от такого, который только недавно начал ее искать. У тех, кто не так давно ищет работу, требования вообще непомерные, как у рок-звезд. А у тех, кто, собственно, уже где-то там с августа ее ищет, уже некий проблеск разума в глазах, и, конечно, они уже не требуют отношения к себе, как к высококлассным специалистам. Однако, несмотря на то, что ощущение мира у них начало появляться более точным, количество компетенций у них совершенно не выросло. За то время, пока они ищут работу. Работу они ищут на удачу. А вось куда-нибудь возьмут. Небось где-нибудь пригожусь. Нет, уважаемые выпускники. Так можно было думать в школе. Как только вы приходите на первый курс вуза, вы уже, вы, а не ваши родители, должны думать о том, кем и когда вы будете работать после завершения высшего учебного заведения. И думать об этом надо не в тот момент, когда вы отдохнули после получения диплома, а с первого дня учебы. Ну хорошо, с конца первого месяца учебы. Первый месяц адаптация, знакомство с вузом. Наверное, пока можно не заниматься этим. Но вот в начале второго месяца учебы вы уже должны начать понимать. Я не говорю о том, что вы должны были в вуз поступить, понимая, куда вы идете. Потому что у меня просто нет понимания, как и откуда берутся люди, которые на фриланс-биржах выкладывают потрясающее объявление. Ищут фрилансера, чтобы сделать курсовую работу по программированию. Кто не верит, зайдите на ФЛ, там полно таких объявлений. Но это что такое? А очень просто. Человек, у которого тошнит от слова программирования и от математических формул, у него начинаются дергаться глаза. Родители запихнули в этот вуз, потому что программисты же много получают. Но если нас смотрят не программисты, я думаю, и нас смотрят, я хочу обратить уважаемые ваше внимание, что невозможно в этой профессии много получать и быть оторванным от бесконечного непрерывного развития. Технический специалист, он должен учиться до последних дней своей трудовой жизни. Если в какой-то момент, например, в 70 лет, не знаю, вы готовы сказать, что все, я ухожу и больше я не занимаюсь техническими вопросами за деньги, это ваше право. А вот до этого момента вам придется учиться. Элементарно, потому что я беру учебник по 1С, какой-то конфигурации прошлого года, конфигурации 1С ЗУ, зарплаты управления персоналом, его можно в мусорку выкинуть, потому что куча всего изменилась. Даже экзамены, которые вы сдаете, спецконцы, ну вот у меня есть спецконцы по ERP версии 2.0 в эпоху, да, по управленческому учету. Что, с тех времен ничего не изменилось? Нет, уважаемые выпускники, той точки, за которой вы стали знать все. Вам придется учиться каждую минуту, каждую секунду, непрерывно. И никто не будет вас учить. Вы приходите к работодателю и ждете, что вами кто-то будет заниматься, вас кто-то будет учить. Так я вам открою глаза. Работодатель платит вам за пользу, которую вы приносите компании. А вы ее приносите? Нет, вы не то, чтобы ноль. Вы еще поедаете время вашего наставника. Причем с таким видом, как будто делаете ему одолжение. И компании делаете одолжение, что вы выбрали ее на всем рынке труда. Ну, понятно на самом деле. Я уже обратил внимание, что самыми лучшими специалистами становятся те, кто 6-12 месяцев не мог найти работу. Но вопрос в том, если эти люди параллельно продолжали развиваться. История о том, что как сложно невероятно учиться. Ну, что значит невероятно сложно? Хочу бесплатных видео на том же Ютюбе по программированию. Мейл.ру на своих техностримах выкладывает видео просто огромного качества, элементарный век программирования, основан как минимум на джуниора, или бетонщика, или даже тот же 1С. По большому счету, чтобы пройти собеседование на программиста джуниора практически по любому направлению, бесплатных материалов вполне достаточно. Пытайтесь, пишите свое. Ко мне приходит человек и говорит, я учился в ВУЗе 5 лет. В крупном государственном Воронежском ВУЗе, специализирующемся на технологиях и математике. Я спрашиваю, что ты написал за эти 5 лет? Неважно на каком языке. Дай мне ссылку на гитхаб. Я хочу открыть то, что ты написал. Пускай это будет питон, визуалбей. Неважно вообще абсолютно. Дай мне это посмотреть. Скажи, чего ты хотел достичь и что ты написал. Может быть, это программка будильник на андроиде, часы, которые ты себе придумал. Дай мне на это посмотреть. Ничего нет. Ну что же ты 5 лет делал в ВУЗе? Учил высшую математику. Вот тебе вопрос. Что такое матрица? И ты не можешь ответить на этот вопрос. Ну как же ты ее тогда учил? Ну я сдал экзамены. Уважаемые выпускники, от того, что вы сдали экзамены, от того, что вы приносите работодателю 38 красных дипломов, ничего не происходит. Это никому не нужно. Запомните, деньги платят с работодателем только за решение задачи. Чем более сложные задачи и полезные для бизнеса вы решаете, а чаще всего это прямая связь, чем более задачи полезные для бизнеса, тем более она сложная, тем больше денежек ваш работодатель будет вам платить. Вы же хотите больше денежек получать. Мы поговорим о тех, кто не хочет получать. Но мы сейчас с вами говорим как бы об общем представлении. Человек хочет получать деньги. Вы хотите больше, вы хотите путешествовать, вы хотите ездить в отпуска, вы хотите, чтобы у вас был ДМС, вы хотите спортзал. Вообще на собеседовании вы рассказываете, как много вы хотите. Но вопрос о том, что вы положите на вторую чашу весов, ответа никакого нет. Может быть тоже об этом пора подумать? Я повторюсь. Те, кто поступает на техническое образование, если, конечно, вы не поступаете в МГТУ, в БАУ, куда-то элитный, но вряд ли, тем не нужно мое видео. Там все и так разгорит. С третьего курса вы должны работать. Если вы хотите по завершении вуза не оказаться головой в корыте, вы с третьего курса должны уже быть на стажировках. И учиться вы должны с первого курса, задавая себе вопрос, что еще я могу дополнительно узнать по всем этим вопросам? Что сейчас у вас требовано? Благо, я хочу еще раз повторить простой и очень важный факт. Нет у нас проблем сейчас, по крайней мере, в Российской Федерации, в которой и нахожусь я. Не знаю, где, уважаемые зрители, вы на них уходитесь. Но я точно знаю, что в Российской Федерации, в Республике Беларусь, нет проблем с получением доступа к образовательному контенту. Политика, развлечения, что-то банят, что-то закрывают, меня это все не касается. Образовательный контент, каналы, на которых показывают лекции по языкам программирования, никто не запрещает. Что мешает вам познакомиться с ними? Что мешает вам погрузиться в это? Неизвестно. Ах, нет, да. Вам же тяжело учиться. А потом еще мерзкие преподаватели задают какую-то домашнюю работу, а хочется погулять с друзьями, потусить с лицами противоположного пола, развлечься, поиграть в компьютер. В общем, есть 10 тысяч разных дел, которые надо сделать, вместо того, чтобы дополнительно развиваться. Для того, чтобы иметь преимущество на рынке труда. Потому что, если вы будете первые два курса дополнительно развиваться, то когда вы придете на третьем курсе на стажировку и расскажете, что вы уже отличаете бэкэнд от фронтэнда, и какие есть тренды во фронтэнде, а какие в бэкэнде, и расскажете о том, что такое MySQL, и вы не путайте его с UBD от MailTarantul, потому что вы посмотрели курс по новейшим с UBD, который сейчас идет у Mail на канале Технострим, я вам даю наводку, а вы не путайте их. И вы даже можете написать 20 строк на Java, и 20 строк можете написать на C++, и вы знаете, что такое IDE, и чем оно отличается от Antipada. Не умеете даже его поставить, а если вдруг у вас есть за первые два курса какой-то крохотный калькулятор, написанный на языке Python, то это уже мега круто. Вы обеспечили себе оплачиваемую стажировку. Уже обеспечили. Вам не надо подрабатывать в Макдональдсе. Вы уже обеспечили себе оплачиваемую стажировку в IT-компании. У вас уже пошел полезный стаж. Не тот, который в трудовую книжку там записывают кадровички, пусть дальше записывают. Это все выдумки. У вас пошел полезный трудовой стаж. Вы начали работать на свое будущее. Не гонитесь за пятерками в УЗИ. Они не нужны никому. Ни вам, ни вашему работодателю. Вам нужно умение решать задачи. Приходя на стажировку, спрашивайте. Попросите показать вам задачи, которые решают медлы и сеньоры. Попросите показать вам эти задачи. Скорее всего, вам покажут. И вот, посмотрев на эти задачи, вы получите тот самый ориентир. А что же делают люди, которым платят 150-250 тысяч рублей в месяц зарплаты? Что они делают? Они ведь делают что-то конкретное, за что им платят такие деньги. Но вы будете гадать, гадать, гадать. А не надо гадать, надо посмотреть. Покажем. Вот без коммерческих подробностей, но покажем. И вы посмотрите, у вас будет понимание, куда и зачем вы идете. Но это для тех, кто учится, старая, по крайней мере, читает книги, чаще всего, по академической программе. Остальное время у него какие-то дела. Есть еще две группы выпускников. Ну, первая группа выпускников это инфантилы. Их становится все больше. Они приходят на собеседование, смотрят пустыми глазами. Вопрос, что они знают ничего. Чего они хотят еще меньше. Спрашивая, что вы вообще сюда пришли, мама сказала, надо идти искать работу. Вам кажется, что я и ровно рассказываю. Ну, наверное, лет 10 назад я бы посчитал, что это просто дурной анекдот. Но в настоящий момент это каждый четвертый, примерно, кто приходит на собеседование. То есть, из 10 человек, один, два, обязательно это инфантила. К которым абсолютно все равно. В Японии это называется хикимори. Ну, там они как бы совсем закрываются в своих комнатках. Здесь примерно та же история. они закрываются в себе. Пару раз ко мне действительно приходили на собеседование с родителями. И один раз мама такого вот юноши 26 лет очень ругалась, то, что ему отказали. И требовала, чтобы мы занялись им. и, в общем-то, научили его работать, изменили его. Так вот, уважаемый соискатель, работодатель, это вам не психологическая помощь, это коммерческая организация. Основная задача коммерческой организации это получение прибыли. Примерно так написано даже в гражданском кодексе. Это не благотворительная организация. И учат вас, и тратят на вас свое время исключительно по одной причине. Чтобы в дальнейшем получить от вас больше денег, чем вас вложили. Это первый принцип инвестирования. Называется возврат на инвестиции. Рой. Если в вас вложили рубль, то надо получить как минимум рубль на одну копейку. Но, на самом деле, вложение инвестиций сравнивается как минимум с ставкой банка. То есть, ну, вы можете посмотреть среднюю ставку банка, например, Сбербанка. Только там 5%. То есть, ну, надо получить рубль и 10 копеек. В идеале значительно больше. Потому что, может быть, надо нанимать не вас пятерых, но новичков. Нанять одного высококвалифицированного. Который все равно сделает больше. Его учить не надо. Он вольется в работу через 3 дня. Вот. Это такой момент. Еще одна группа. Это последователи бизнес-гору. Ну, инфантилов с инфантилами, они были во все века, на самом деле. Они, я думаю, будут и дальше. Просто их стало много, и это стало сильно обращать на себя и внимание. Это явление. Вот, последовательный бизнес-гуру очень весело. Они приходят на собеседование, такие смотрят на собеседующих, специалистов. Я не говорю про рекрутера. Я говорю, когда рекрутер приглашает уже занимающего менеджера. Они смотрят на занимающего менеджера как на ухо. Всем своим видом вообще не показывают свое собственное превосходство. Вот. Ну, только за этим превосходством ничего нет. Обычно это воспитанники тренингов личного роста, коммерческих тренингов. Это всевозможные бизнес-молодости и подобная ерунда. Вот. Никакой конкретной базы за всеми этими тренингами нет. Я по этому поводу запишу отдельное видео про всех этих бизнес-гуру, уливших из подвалов. Но. мода такая, да. На самом деле эта мода построена на русской народной сказке про золотую рыбку. Надо поймать какую-то золотую рыбку, щеку, которая будет по щучьему велению исполнять чудеса. Ну, а дальше там будет волшебная печь, которая и возит пациента, и кормит, и поет, и чешет, и все будет хорошо. То есть это некий бизнес, который работает сам, как рассказывают, эти бизнес-хуру. Вот. И так далее, и тому подобное. Но я сейчас остановлюсь подробно, уже, как я говорил, на них не буду, это будет отдельное видео. Останавливаюсь я на тех людях, которые приходят. Дело в том, что они открывают какой-то свой бизнес, как обычный ТРП, как им советуют. Вот. Они, естественно, прогорают, ничего удивительного в этом нет, потому что в 23 года никакой собственный бизнес никто не создает, мозгов никаких еще нет и быть не может, умение мыслить, тем более. никаких конкретных деловых связей нет. Вот. Единственный способ такому бизнесу уцелеть, это иметь огромную финансовую накачку от, соответственно, влиятельных людей. Либо быть гением. Ну, гением, как известно, микропроцент, да, тем более, когда мы копаем фирмы, которые делали гений, выясняется, что в этих фирмах участие принимали очень взрослые мужчины и женщины в качестве менеджеров-администраторов. Вот. Я рассказывал об этом, что это такое, потому что основатель, он может быть техническим гением, горящими глазами, но так или иначе, профессиональный менеджер-администратор, без него все это рушится. Нет. Так вот, уважаемые последователи бизнес-гуру, когда вы приходите на собеседование, имея в резюме строчку, что у меня было ИП, и вы там пончики делали, кофе варили, ну, какой-то фигней, короче, занимались, вы свою гордыню только убавьте. Она совершенно необоснованная. То, что у вас был какой-то свой бизнес, это не минус, это очень большой минус в глазах работодателя. И выглядите вы просто отвратительно. И то, что вы прогорели, это ваш позор. А несчастье работодателя, что вот такой великий человек, учившийся в какой-то там школе личного роста, в личных молодых бизнесменов, пришел ему трудоустраиваться. вы никто, вы не просто никто, вы хуже, чем никто, вы уже опозорены. И для того, чтобы вас начали воспринимать хоть как-то серьезно, вам придется потратить годы, для того, чтобы получить какое-то имя в профессиональной среде, какую-то репутацию. вы начинаете не с нуля как выпускники, вы начинаете с отрицательных позиций. И рассказывать на собеседовании, что вот вы ездили в бизнес в молодости, там все было круто, потом вот я открыл вам. Вы рассказываете о том, что не просто вы туда уже поехали, это уже на вас клеймо. У вас на вас уже клеймо, что вы туда поехали. в любой эти тренинги, в любые. Если вы сказали, что вы получали дополнительное образование в МФТИ, учились на курсе в Севере, это почетно. Вы учились, вы развивались. А если вы поехали к людям, или пошли, или поползли, как угодно, к людям, которые рассказывают о том, что можно поймать волшебную щуку и выстроить какой-то работающий бизнес за 90 дней, который будет приносить миллион, посмотрите на название курсов этих прикольных людей, которые созданы для нездоровых. Потому что здоровый человек знает, что за 90 дней невозможно создать ничего, что будет приносить миллионы. Но вы лучше вообще об этом не говорите. Это вот советовало. Приходите на собеседование и говорите, вот было ИП с друзьями, не подумавшие. Это как примерно в тюрьму попадал. У нас на Руси была хорошая поговорка. Не зарекайся ни от суммы, ни от тюрьмы. Это шри. Поэтому не надо бровировать этим. Ну вот, да, по молодости, по глобости. Ходил на тренинги личного роста, на курсы молодых бизнесменов, открывал вендинговые автоматы с сырными напитками или еще какой-нибудь фигней. Ну, потом понял, что ерундой занимаюсь, позакрывал все, вот хочу искупить свое прошлое и работать как достойный человек. Вот нормальный подход. Вы приходите, беседуете с директором по продаже, с финансовым директором, с крупными людьми, которые отработали. Ну, если у меня стаж порядка 7-8 лет, то люди там отработали в качестве управленцев по 10-15-20 лет. Да, они свой бизнес не создавали, они приличные люди. Они знают, что для того, чтобы создать свой бизнес, сначала надо отработать годы, накопить потенциал, сформировать команду, а только потом куда-то лезть. Или надо быть техническим гением, имеющим невероятное решение, лечение каких-то невероятных заболеваний в медицине, прорыв в сетях, который позволит за 3 копейки по всей планете организовать интернет в 100 раз быстрее, чем сейчас. Тогда, да, тогда вы идете к венчурному капиталисту, погудите, кто это. Если его заинтересует, он вам даст администраторов, которые, в принципе, сделают вам компанию под вашу идею. Правда, вы с нее получите 5%, остальные 95% заберет венчурный инвестор. Ну, хотя бы 5%, в другом случае вообще ничего не получите. Так что, уважаемые выпускники, реальный мир он жесток, но справедлив. Компании, в которых процветает коммунство на российском рынке осталось не так много, и все они в основном мелкие. В достаточно крупных компаниях любовниц не устраивают. Это слишком опасно. Там есть безопасность, всевозможные информационные и так далее. на любовниц в сети тратят деньги, но не устраивают компанию. Потому что опытный топ-менеджер предпочитает секретаря, знающего свою работу. И знающий его хорошо. И надо помнить, что секретарь генерального директора имеет доступ к документам с коммерческой тайной. Что-то почему-то на проектах, на которых я работал с секретарями у крупных топ-менеджеров были взрослые женщины далеко за 40. и нередко эти женщины имели опыт работы в силовых структурах. В кабинетной, да, не оперативной. Но это были администраторы в силовых службах. И они знали, как работать, соответственно, знали, что такое ответственность, и почему-то их и нанимали. Наверное, глупые были топ-менеджеры. Ну ладно, это не малыша отступление. Так вот, если кто-то подумал, что все, что я сказал касается технических специальностей, нет, это не так. Приходится мы собеседовали постников в экономических вузах. Там все еще в разы хуже. Вузкниг с красным дипломом, который задает вопрос, о чем, собственно, в ту самую простую разницу между, например, чистой прибылью и рентабельностью. Надо рассказать, что рентабельность это вычисляемые показатели. Бывает так, вычисляется, бывает так. А чистая прибыль это вот такое показатель. А рентабельность вот такое показательное примерное форму. не знает этого человека. Он путает чистую прибыль с выручкой. А то, что есть разные виды прибыли, ни один, ни два, ни пять. Это что такое валовая прибыль, а что такое прибыль до и после наукового вложения. А можно всю цепочку прибыли и расписать. А ведь этому учат в вузах. У меня первое образование экономиста. Я точно знаю, что учат в вузах это. И учебники есть. И экономисту тоже надо развиваться. Я задаю вопрос с экономистом касательно финансового рынка. Они вообще этого не знают. Я спрашиваю, какие есть модели правильнического учета. И что сейчас, например, в 1С реализована модель Костин, а последней моделью является цикл Костин. Вы знаете, Райенс между ними молчат. Но это все можно было узнать до того момента, как вы придете в компанию. Почему компания должна вам рассказывать то, что написано в учебниках по экономике? Почему вы выпускники так не уважаете работодателей? Почему вы ждете, что за вас будут думать, вас будут учить, над вами будут пыхтеть? Вернитесь в реальность. Никто ничего не должен. Система обучения еще раз как бы строится для того, чтобы обеспечить компанию достаточно квалифицированными для пополненных задач человеческими ресурсами. То есть, для того, чтобы получить на рубль вложенный в вас 2 рубля с прибылью. То есть, купить рубль и еще получить прибыль. И более не менее. Поэтому, подводя итог этого грустного видео, развиваться и учиться обязательно. Если вы хотите стать достойным членом общества, успешным человеком, коэффицированным, уважаемым в своей среде, уважаемым на работе, а не клоуном, тогда вам придется развиваться, тогда вам придется учиться, тогда ваш путь тяжелым и трудным, никакого другого пути к успеху, как непрерывная работа над собой нет. Уж простите. В этой сфере царских путей нет, как и в математике. На этом спасибо за внимание. До сфере 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 Продолжение следует...